Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как ты тут у нас. Аминь. Откровение, 20 глава, с 7 по 10 стих. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей, и выйдет обращать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прещавший их, вержем в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Толкование. Это пророчество Иоанна тесно связано с пророчеством Иезекииля. Святой Иезекииль видит практически то же самое, что и Иоанн, но гораздо детальнее. Пророчество Иезекииля, это главы 38-39. Это пророчество содержит подробную расшифровку пророчества Иоанна. Когда же окончится тысяча лет, то есть, когда наступит последнее время перед кончиной века, сатана будет освобожден из темницы своей. Темница здесь названа бездна. Смотрите стих 3. В которую Господь на кресте заключил сатану и ангелов его и соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Послание Иуды, 6 стих. Но незадолго до дня страшного суда сатана будет освобожден на малое время. Важно отметить, что не сам освободится, а будет освобожден промыслительной десницей Божией. В последний раз ему будет дана воля, и тогда он довершит меру своих беззаконий. Событие освобождения сатаны из темницы является явно тем же самым, что и воспобождение ангела бездны Аполеона и саранчи из кладези бездны. В Откровении 9 главе с 1 по 11 стих. И выхождение зверя из бездны. В Откровении 11 главе 7 стих. В разных образах Иоанну показывается, как будет освобожден сатана, связанный Христом, и как он через Антихриста создаст свое царство на земле. Сатана выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли. Обольщение, прелесть, вот яд древнего змея. Наступило время последнего укуса. Еще раз он обольщает все народы, находящиеся на всех четырех сторонах света. Западе и востоке, севере и юге. Обольщаемые народы названы Гог и Могог. Значение этих имен пишет блаженный Августин. В переводе такого. Гог, кровля, Могог из-под кровли. Как будто дом и тот, кто выходит из дома. Итак, это те народы, в которых заключен, как бы, в бездне дьявол. По Андрею Кисарийскому, Гог и Могог, суть полуночные и отдаленнейшие народы, скифские, или, как мы называем их, гунны, самые воинственные и многочисленнейшие из всех народов. Или же, лучше, сими именами обозначаются или собрание народов, или их превозношение. Гог означает собрание, а Могог – превозношение. С другой стороны, повествование Яна о возмущении народов Гога и Могога весьма напоминает описание пророка Иезекииля о Гоге, владыке земли Могог. У Иезекииля перечисляются Гог, Могог, Рож, Мишех, Фувал, Гомер, Фугарм. Пять из этих семи имен мы находим в Бытие 10 глава с 1 по 5 стих. Среди потомков Яофета – Гомер, Могог, Фувал и Мишех, сыновья Яофета. А Фугарм – сын Гомера, внук Яофета. Интересно еще отметить, что и в Бытие 10 главе 5 стихе и в Зекииль 39 главе 6 стихе говорится о жителях островов. Таким образом ясно, что это будут и Афетовы северные народы. Во главе их будет князь Гог, с ним заодно будут и хамидские народы, и филипопляне, и ливийцы. Вместе же они воздвигнут брань против собравшихся из растений Израиля, но найдут себе там могилу. Все это подробно описывает пророк Языкииль. Иоанн описывает это так, что сатана будет собирать их на брань, число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Еще это весьма напоминает пророчество о Вавилоне, великой блуднице. Сообразовывая все эти пророчества, можно представить себе следующую картину. На севере от Израиля, среди иафетовых народов, на протяжении долгих веков, выделяется своим могуществом и нечестием один народ, великий Вавилон. Он становится всемирным центром культуры, торговли и центром могущества и нечестия. Под его знаменем соберутся множество народов, в том числе и хамиты. В кончину века в Иерусалиме воцаряется Антихрист. При этом он покоряет себе трех царей, а семь других принимают его сами. Эти десять царей наиболе преданы ему. Северный город Вавилон в высшей степени воспримет все антихристово нечестие. На ум между Антихристом, Верусалиме и его десятью царями, с одной стороны и великим Вавилоном, с другой стороны разгорается вражда. Наконец, Гог из Магога, или великая будница Вавилон, со множеством иофетовых народов, в союзе с хамитами, число их как песок морской, двинутся на войну с Израилем, где будет царствовать Антихрист. В Израиле все эти народы во главе с Гогом найдут себе могилу. Там настигнет и божественная кара, огонь с неба, сера, всепотопляющий дождь и каменный град. Это можно также отождествить с битвой Армагеддон. В это время на севере кара постигнет и сам город Вавилон, который падет и будет совершенно уничтожен. Такая картина этого последнего великого возмущения народов представилась нам на основании сопоставления текстов. Иезекииль, глава 38-39, Осия, глава 17-18 и 20-й, глава 7-9. Хотя, конечно, как оно все конкретно будет, это мы можем видеть только как бы сквозь тусклое стекло гадательно. 1 Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Точно же это будет известно только тогда, когда оно все осуществится, когда все это увидят лицом к лицу. Сейчас же мы можем точно утверждать только, что будет воцарение Антихриста, бездна беззаконий, описанных Писанием, великое возмущение народов и падение Вавилона. Иначе еще стан святых и город возлюбленный означает христианскую церковь. Станом святых церковь названа как воинствующая против всех сил греха. На церковь будет в кончину века воздвигнута всеми народами великая брань, как песок морской будет число восставших на христиан при Антихристе. Но христиане, с одной стороны, очевидно не оставят воинственного положения, потому что названы именем стана. Говорит блаженный Августин, стан святых будет тогда вести великую брань против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злого поднебесного. Послание к официанам, 6 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит, для чего, для сего принимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Послание к официанам, 6 глава, 13 стих. Церковь есть и город возлюбленный. Вышний Иерусалим, галатам, 4 глава, 26 стих. Место особого пребывания и жительства Божия. То, что враги Церкви Христовой вышли на широту земли, означает повсеместность и всеобъемленность последнего великого гонения на христиан. Они окружили стан и внешне. Дано было ему вести войну со святыми и победить их. Откровенно, 13 глава, 7 стих. Церковь Христова и ее исповедники будут со всех сторон окружены врагом. И со стороны государства и внешних сил. И со стороны ложных учений и мистерий. Для этого, братья, чтобы противостать в день злой и все преодолев устоять, будем сейчас облекаться во все оружие Божие и готовиться к великой брани. Враги окружили стан. Взять же его они не смогли. Не допустил Господь. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Таков конец врагов. Это подробно, это подобно, как Паралил Господь на Содом и Гоморру, дождем серу и огонь от Господа с неба. Бытие, 19 глава, 24 стих. А так же, как через зелью пророка, огонь Божий с неба попалил посланных к нечестивым царем Ахавом. 4 царств, 1 глава, 10 стих. Пророку Иезекиилю Господь так говорил о гибели полчищ Гога и Магога. И пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу. Иезекииле, 38 глава, 22 стих. В апокалипсисе это событие было описано так. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. После описания гибели прельщенных, описывается гибель и прельстители. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепорок, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так священное повествование Библии дошло до момента последнего поражения и окончательного, вечного суждения дьявола. Падение, начавшееся низвержением Люцифера с неба на землю через Архангела Михаила, завершилось, достигло своей последней точки. Начавшись на небе у престола Божия, попадает в озеро Огненное и Серное, что есть Гиена Огненная или Сметь Вторая. Причем дьявол, как и зверь Антихрист, и лжепорок, все трое попадают в Гиену без суда, еще до самого Страшного Суда. Антихрист, лжепорок первого обитателя Гиены Огненной, встречает теперь своего пораженного господина, дьявола. Сам дьявол не предстанет на суд, как уже осужденный издревле, от века, в огонь вечный, уготован дьяволу и ангелам его. Матфея 25 глава, 41 стих. Это предначертанное осуждение дьявола совершил Иисус Христос через свою крестность мира. Тогда Господь сказал, «Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего издан будет вон». Иван Галлиат Яна, 12 глава, 31 стих. «И Дух Святой теперь обличает мир о суде, что князь мира сего осужден». Иван Галлиат Яна, 16 глава, с 8 по 11 стих. «Потому в последний день, при втором славном пришествии Христовом, дьявол без суда, как уже осужденный и изгнанный, будет ввержен в геену огненную. Слуги же дьявола, его ангелы, предстанут на суд, как о том сказано, что Господь ангелов, не сохранивший свое достоинство, но оставив свое жилище, соблюдает в вечных узах. «Под мраком на суд Великого дня», послание Иуды, 6 стих. Об этом говорит и апостол Павел. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» 1 Коринфянам, 6 глава, 3 стих. «Но не надо думать, что там, на страшном суде, будет еще решаться вопрос спасения или гибели демонов». Об этом ясно пишет апостол Петр, что Бог ангелов, согрешившись, предал блести на суд для наказания. 2 Петра, 2 глава, 4 стих. «Не для того предстанут демоны на суд, чтобы, может быть, еще получить помилование, но для наказания». Далее сказано. «И будут мучиться день и ночь во веки веков, то есть вечно». Этими резкими словами совершенно отсекается ересь Оригена о возможности спасения сатаны. Мысль о том, что в конце концов все, в конце концов все иничтивые бесы и даже сам сатана спасутся, может приятно ласкать сердце человека, играть на его лучших чувствах. Разве не прекрасно, если все спасутся? Разве не хочется этого? И таким путем, проникнув в сердце, эта мысль совершит свое дальнейшее действие. Ешь, пей, веселись. Не утверждай себя трудами о спасении. Все равно не погибнешь. Ну вот сладко убаюканный человек вдруг проснется от коснувшегося его пламени вечного огня. Сон прошел. Начинается страшная вечная реальность. О дьяволе сказано Христом, что когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Дьявол – источник всякого греха. Поэтому лукавая мысль о спасении дьявола равна сильной мысли о спасении лжи, убийства, блуда и всякого греха. Дьявол не может быть спасен, как не может быть спасен грех, потому что не может быть светлой тьма. Жалеть дьявола печалится о нем, равносильно тому, чтобы жалеть грех. Это даже хуже, ибо дьявол является не грехом, а источником и отцом греха. Дьявола нет вне греха. Для человека грех – это нечто внешнее, привнесенное изгне, несвойственное ему. Поэтому человек может спастись от греха. Для дьявола грех – это свое. Поэтому грех и его источник должны навечно погибнуть. Святому Иоанну открывается новое апокалиптическое видение – картина страшного суда у Великого Белого престола. По нашему делению апокалипсиса – это шестая картина, открывавшаяся Иоанну на острове Патмос. Взор тайнозрителя проник до той отдаленной точки, где кончается история Вселенной и где начинается Новый Великий День Вечности. Страшный суд – это точка касания двух сфер. Сферы бытия временного и сферы вечного бытия. Днями отсчитывают время. Страшный суд – это последний день времен и начала вечности. Страшный суд – это конец и имевшего начало, и начало, не имеющего конца. Это омега времени и альфа вечности. Откровение 20 глава 11 стих. «И увидел я Великий Белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Толкование. Так начинает Иоанн описание Великого зрелища, открывавшегося его пророческому взору. «Это Божий престол страшного суда. Об этом говорил Сам Господь. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Матфея 25 глава 31 стих. «Этот престол славы и видит теперь Иоанн. Андрей Кисарийский под белым престолом, на котором восядет судья небо и земли, разумеет Божие упокоение, которое он сотворит в прославленных добродетелями святых, восседая на них, как на престоле». Впрочем, мы, конечно же, не можем себе представить, что именно представляет собой этот престол. Здесь, как и во многих других случаях, писание в земных образах и понятиях показывает и описывает нам незримое и неописуемое. «Престол белый, ибо свят, чист и неподкупен судья, сидящий на нем. У белого престола обнажится все нечистое. Там не будет места для мзды, но только для праведного возмездия. Трепещи душа предстать перед этим престолом». «Престол так же великий, что говорит о величии и всемогуществе Божией. Как великий этот престол отличается от тех малых, которые Иоанн видел ранее» стих 4. «На великом престоле Иоанна, Иоанн видит сидящего. На тех престолах он видел сидящих. Подобное видел и пророк Даниил. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Судьи сели и раскрылись книги». Даниил 7 глава 9-10 стих. «Здесь мы опять видим один великий престол, как пламя огня, и сидящий на нем судью и создателя всех, Бога Вседержителя. А также видим и другие меньшие престолы, и сидящих на них судей с книгами. «О великом и малых престолах говорил сам Господь Иисус Христос. Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытия, когда сядет сын человеческий на престол славы своей, в скобках «великий белый престол», сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилев». Матфея 19 глава 28 стих. Апостол Павел пишет, что «святые будут судить мир». 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. И сам тайнозритель Иоанн уже ранее видел Откровение 4 глава 2-4 стих. «Так должен себе представлять картину суда. Судья всех восседает на великом белом престоле, а вокруг иные престолы, и восседающие на них праведники с книгами. Та же имеющие вместе со своим Творцом судить мир. И увидел Иоанн не только в великий белый престол, но сидящего на нем. Он упоминает о лице его, но не описывает, ибо он неописуем. Та же видел и пророк Исаия, Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Исайя 6 глава 1 стих. Но не мог описать божественного лика. Только пророк Даниил описывает немного подробнее. «Воссел ветхими днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Белое одеяние сидящего соответствует белому престолу. Так всем нам надлежит предстать перед великим белым престолом сидящего, святого, страшного и неописуемого. Кто этот сидящий? Здесь не следует, как в Откровении 4 главе 2 стихе и в Откровении 5 главе 1 стихе, разуметь именно Бога Отца, в Его ипостасном отличии от Сына и Святого Духа. Либо здесь надо разуметь Бога вообще, как Судью неба и земли, либо же конкретно Господа Вседержителя, Иисуса Христа. На последнем указывают такие слова самого сидящего на престоле. «Се творю все новое» – Откровение 21 глава 5 стихе. А это восстановление твари совершаться через Сына. Так сказано, «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое» – 2 Коринфянам 5 глава 17 стихе. И опять сказано, «В паке битье, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей» – Матфея 19 глава 28 стихе. Далее сидящий на престоле говорит, «Совершилось! Я из Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой» – Откровение 21 глава 6 стихе. А эти слова совершенно очевидно принадлежат Христу, Сыну Божию. «Да и Господь говорил, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» – Евангелие Отфеяна 5 глава 22 стихе. «Совершительным страшным суда Новый Завет всегда представляет Иисуса Христа» – Матфея 19 глава 28 стих и Матфея 25 глава 31 по 32 стих. «И даже сам суд назван Судилище Христово» – 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. «Описав судью, Иоанн начинает описывать самый суд. Перед Великим Белым Престолом предстанут не только люди, но и вообще всякая тварь. Небо и земля – все живое и неживое. Об этом так сказано. От лица которого бежало небо и земля, и не нашло чем места. У пророка Даниила мы уже видели, что от престола Божественного Суди огненная река выходила и проходила перед ним. Поэтому всем, чему надлежит представить перед престолом Божиим, должно пройти через эту огненную реку суда. Об этом так пишет святой Ефрем Сирии. Судья воссядет на огненном престоле, окрестного моря пламени, и река огненная течет от него, подвергнуть испытанию все миры. И в другом месте. Как снесем это, братья? Когда увидим огненную реку, плечащую с яростью и поджигающую всю землю, и все дела, которые на ней. Небо и земля испорчены грехом через грехопадение ангелов и людей. Потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее. Ибо знаем, что вся тварь в совокупности нают и мучается до ныне. Римлянам 8 глава, с 20 по 22 стих. Звезды, солнце, луна, горы, моря и реки, цветы и травы, растения и животные – все поражено смертельным болезнью греха. А потому убежало небо и земля, и не нашлось им места в вечном царстве света. Со страшной скоростью весь пораженный грехом космос уносится в бесконечные дали вечного мрака. Апостол Петр так описывает прохождение вселенной через огненную реку, истекающую от престола Божия. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человеков. Придет же день Господня, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. «В этот день воспламенные небеса разрушатся, и разгоревшие стихи растают» – 2 Петра, 3 глава, 7, 10, 12 стих. Так исполняются слова Писания, что этот мир проходит эпоху Тего. 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих. «Ибо проходит образ мира сего» – 1 Коринфянам, 7 глава, 31 стих. «Человек, доколе будешь искать себе сокровища в этом мире, которому належит пройти, бежать от лица Божия и престола его, сгореть в огненной реке? Почему в твоем сердце только то находит себе место, чему не найдено будет место вечности? Поэтому отвратитесь от поврежденного». «Рабству тление» – Римлянам, 8 глава, 21 стих. «И о горнем помышляйте, а не земном» – Колосим, 3 глава, 2 стих. «Но неправильно думать, что вся тварь будет просто уничтожена и бесследно исчезнет. Это было бы торжество не Бога, а сатаны. Христос не только умер, но и воскрес. Проходит образ мира сего» – 1 Коринфянам, 7 глава, 31 стих. «Тленного и греховного». «Ну и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу, славы детей Божьих» – Римлянам, 8 глава, 21 стих. «То есть будет не просто уничтожение, но перерождение и обновление». Об этом так писали святые отцы, святой Ириней Леонский. «Не истребляется и не уничтожается ни состав, ни существо твари, ибо верен и истинен устроивший ее. Но проходит образ мира сего, то есть то, в чем было преступление. Ибо всем обвешал человек, а потому по божественному о всем предвидению, и образ сей был только на время». Святой Мефодий, «Неудобно приятно такое иных рассуждение, что все до основания погибнет, и что не будет ни земли, ни воздуха, ни неба. Ибо хотя для очищения и обновления весь мир воспламенится, будучи потопляемым огнем, однако не дойдет до окончания погибели и истребления». Так же думали блаженный антипатр, святой Андрей Кисарийский и другие святые. Показав, как предстал предстрашным судьей весь космос, Иоанн описывает далее, как происходил суд над людьми. Откровение, 20 глава, 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанным в книгах, сообразно с делами своими». Толкование. «Это картина всеобщего суда, на которой надлежит предстать всем людям в последний день. Ибо все нам должны явиться предсудилище Христовым». 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Не дивитесь тему, ибо наступает время, в котором все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изуду, творившее добро воскресение жизни, а делающее зло воскресение осуждения». Иван Гриат Яна, 5 глава, 28-29 стих. «Под мертвыми, разумеется, все люди, умершие телесно, или же, в особенности, мертвые во грехах. То, что здесь не упоминается, дожившие до второго пришествия Христова и не потерпевшие телесной смерти, но изменившиеся, не означает, что их не будет на суде. Они, как и вышедшие из гробов, предстанут перед престолом суда. «Ибо всем нам должны явиться предсудилища Христова». 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Говорит апостол Павел. «А в другом месте каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково он и есть». 1 Коринфянам, 3 глава, 13 стих. «Ян видит представивших пред престолом Бога малых и великих. Малые и великие по возрасту, по богатству, славе и положению в обществе и церкви, по совершению греховных дел, все одинаково предстанут на суд. Это будет милицеприятный суд всеправедного судьи. Ян видит их всех, стоящих перед Богом, а перед Богом все равны. Не с земными богатствами, титулами и наградами, не со знаками отличия и почести, а со своей совестью и делами равна предстанут перед Богом все. Президент и чиновник, патриарх и священник, крестьянин и раб. Человек малый и великий готовится к этому страшному дню. Тогда спросит Бог каждого, что сделал ты для меня, какой принес сноп господину жатвы. Не уповай на свое величие, не отговаривайся своей малостью, но готовься предстать пред Богом. Иначе еще малые означают нечестивых, а великие праведных. Те и другие тоже равны предстанут на суд, как мы уже видели. Поэтому ложно учат говорящие, что праведные не предстанут на страшный суд. При этом они ссылаются на слова Христа. Слушающий слово мое и верующий в пославший меня, имея жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иван Галятянов, 5 глава 24 си. Они говорят, что как только умирает праведник, то он сразу без мытарств, без молитв в церкви и даже без суда идет к Богу. Это неверно по следующим причинам. Во-первых, это противоречит тем ясным местам Писания, где говорится о том, что праведники тоже предстанут на суд. Матфея, 25 глава, с 31 по 40 стих. 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Римлянам, 14 глава, 10 стих. Во-вторых, слова Христа в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих, должно возуметь не так, будто праведники не предстанут на страшный суд. А так, что они еще на земле через веру и таинство обрели вечную жизнь. И на суде будут не осуждены, а оправданы. В покаянии они осудили себя, а потому не будут осуждены Богом. В-третьих, это видность того, что на суде будет открыта книга жизни. И осуждены будут не все, а только не найденные в ней. Стих 12-15. Найдены же в этой книге есть праведники, имеющие наследовать жизнь вечную. В-третьих, с мыслью, что праведники не предстанут на суд, не может смириться нравственное чувство христианина. Есть такой принцип, что за преступление следует наказание. И что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Марка 4-й глава, 22-й стих. Без суда это нарушается. Обличенный и наказанный может получить прощение. Искренний человек не может с радостью принять прощение, не будучи сначала обличен. Просмотрев беспристрастно свою жизнь, как может христианин согласиться с тем, чтобы не предстать на суд. Никак. С другой стороны, нельзя думать, что нечестивые не воскреснут на суд. Так святой Кирилл Иерусалимский, объясняя слова Псалма «Не воскреснут нечестивые на суд», Псалом 1-й, 5-й стих, учит, если сказано, что нечестивые не воскреснут на суд, а на осуждение, потому что Богу нет нужды в долгом исследовании, но тотчас по воскресению нечестивых последует их наказание. Блаженный Феодорит учит, не сказал Святой Дух «Не воскреснут нечестивые», «Воскреснут», то есть воскреснут, но не в суд, а на осуждение, потому что не имеют нужды в обличении, и нечестие их явно ожидает же одного наказания. Как убийц, взятых на самом месте преступления, судьи приводят в судилище не для того, чтобы обличать, но чтобы произнести над ними согласный с законами приговор. Так проведшие жизнь в нечестии, немедленно по воскресенье понесут наказание, и не на суд будут приведены, но услышат приговор к казни. Такое понимание этих слов Псалма ясно проступает в русском переводе, потому не устоят нечестивые на суде. Далее описывается, как совершается сам суд. «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимые были мертвы по написанным в книгах, сообразно делами своими». О раскрытии многих книг на суде написано также у пророка Даниила. Судьи сели и раскрылись книги. Даниила 7, глава 10 стих. По этим книгам будет совершаться суд над каждым человеком. Иные здесь, разумеет, книги Писания, по которым будут сверяться жизнь и дела каждого человека. Поэтому каждый из нас должен во всем строить свою жизнь по этим священным книгам. Слово Божие будет нас судить в последний день. Эти книги написаны не для кого-то, а для каждого из нас. В них написана воля Божия, исполняя которую только возможно спастись. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Новинов, 1 глава 8 стих. «Тогда только сможешь устоять на страшном суде». Сейчас многие, и верующие, и неверующие, не раскрывают этих священных книг. Но они все равно будут раскрыты на суде. И что отвечаешь, когда будешь судим по написанному в книгах Писания? Будут ли дела твои сообразны с написанным в этих книгах? Читайте Писание, исполняйте его, и будете жить. Лучше же под раскрытыми книгами разуметь совесть каждого человека. Как в некую книгу записываются все помышления, слова и дела человека. Сейчас эта книга закрыта, но на суде она будет раскрыта. То, что сейчас порой остается закрытым, не только от постороннего взгляда, но и от самого себя. Все будет раскрыто тогда. Тот день покажет дело каждого, каково оно есть. 1 Калифинам, 3 глава, 13 стих. Тогда, как в раскрытой книге, каждый увидит в себе и дела... И дела свои, каково они есть. И сообразность написана в книге мыслями и деяниями, каждого человека будет ему и суд. Душа, помнишь ли всегда об этом? Помимо этих многих книг, еще и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Об этой книге смотрите толкование на Откровение 3 глава 5 стих. В эту книгу по предвидению Божьего вписаны имена всех, имеющих наследовать жизнь вечную. Многие книги будут открыты для обнаружения дел каждого человека, безразлично, верующего или неверующего. По ним каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. 2 Калифинам, 5 глава, 10 стих. А по книге жизни будем определяться как бы конечный приговор или вечная участь человека. Записаны в эту книгу при крещении, не изгладившие из нее своего имени, делами своей жизни, наследуют царство, уготованное им от создания мира. Матфея 2 глава, 34 стих. И судимы были мертвые. Сейчас время свободы. Потом будет суд. Сейчас человек, делай, что хочешь. Потом за все будешь отвечать. Сейчас сеется семя. Потом пожнешь плоды. Всем нам должно явиться перед судилищем Христовым. 2 Калифинам, 5 глава, 10 стих. Но от Белого престола сюда выходит огненная река. Данил 7 глава, 10 стих. А потому всякий не иначе предстанет перед страшным судей, как пройдя через эту реку. Истекающий от престола река огня охватит, омоет и попалит своим пламенем всякого идущего к судье. Страшно идти против течения могучей реки, стекающей с высоких гор. Но как пойдешь, человек, через реку огня, истекающего от небесного престола? В той огненной реке каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково он и есть. 1 Калифинам, 3 глава, 13 стих. Если даже природа, звезды, луна, травы, цветы, небо и земля не устоят, но уносимые страшной, клокочущей огненной рекой бежат от престола с неверной скоростью и не найдут себе места, то как устоишь ты, грешный и слабый человек? Как найдется тебе место? Как снесем это, братья, взывает Ефрем в Сирии, когда увидим огненную реку, плечащую с яростью и поджигающую всю землю и все дела, которые на ней? У кого дело, которое он устроил, устоит? 1 Калифинам, 3 глава, 14-15 стих. Во время разлива горных рек все, ил, деревья, камни, люди превращаются в быстро уносящиеся вниз, страшное, клокочущее месиво. Что поможет тогда, когда разольется всеиспытающая огненная река суда? Восплачь, человек, и вострепещи, и истово помолись со всей церковью. Христианская кончина жизни нашей, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на страшном судище Христовом. Просим, подай Господи, тогда устоит только золото огнем очищенное. Откровение 3 глава, 18 стих. А потому советуйте, душа, купить его у Христа. Только добрые дела, соделанные в Духе Святом, смогут устоять в том огненном испытании страшного суда. Только сам испытывающий сердца, помыслы и дела человеческие сможет тогда помочь. Взирай на него, человек, всегда помни день смертный и всегда помни день судный. Память о дне суда удержит тебя от всего нечистого и скверного и возгреет к делам добрым и праведным. И судимы были мертвы, пишет Иоанн, сообразны делами своими. И далее он еще раз напишет стихи 13. И судим был каждый по делам своим. Можно привести множество других мест Писания, говорящих о том, что на страшном суде будут испытываться именно дела человека. И соответственно, с делами будет воздаяние. 1 Калифином, 3 глава, с 13 по 15 стих. И 2 Калифином, 5 глава, 10 стих. Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо он по делам человека поступает с ним. Книга Ивово, 3, 4 глава, 10 и 11 стих. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Матфея, 16 глава, 27 стих. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Послание Якова, 2 глава, 13 стих. Все эти и многие другие места Писания противостоят протестантскому учению об обрадовании только верой, а не делами. Это учение с силой провозгласил Мартин Лютер. А за ним оно было подхвачено почти всеми протестантскими и сектантскими течениями. Многие из них ссылаются на слова Писания. Через дела или закона вы получили духа, или через наставление в вере. Галатам, 3 глава, 2 стих. Прекрасным ответом этим лжеучителям звучат слова апостола Якова, брата Господня. Что пользы, братья мои, кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру и только. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Якова, 2 глава, 14, 17, 24, 26 стих. Совершенно верна та мысль, что спасение нельзя заработать своими добрыми делами, тем более чужими. Но и совершенно неверна мысль, что спастись можно только своей верой. Спасает не вера и не дела, а Христос. Не вера утопающего в спасающего. Не вера утопающего в спасающего. Не попытки его хватиться за него спасают. Но сам спасающий. Так и здесь. Спасает только сам Бог. А человека же требуется равна и вера и дела. Чтобы приобщиться к спасению, необходима вера, действующая любовью. Галатам, 5 глава, 6 стих. Цитаты же, приводимые протестантами, говорят не о нужности и не спасительности дел, а о невозможности спастись посредством своих собственных дел и фарисейского исполнения ветхозаветного закона. Но ведь и так же невозможно спастись посредством фарисейского упования на свою веру. Уповайте на Христа Спасителя. Верьте в Него. Соединитесь с Ним в таинствах и творите добро. На страшном суде о нас скажут наши дела. По делам будет и воздаяние. Поэтому спешите делать добро. Все. Слава Господу. Помещай где. Я сразу, как всегда, покажу, чем мы богаты, с чем можем поделиться с людьми. У нас вышло 38 книг из печати. А это вот Новый Завет, полное толкование, трехтомник. Новый Завет, трехтомник, по 752 странице. Вот как он выглядит. Толкование всего Нового Завета до апокалипсиса, блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, 11 век. А откровение Иоанна Богослова по всем святым отцам собрал, составил отец Геннадий Фаст. Он сейчас в городе Абакани, Хакасия, Московской Патриархии, магистр богословия. Бывший преподаватель Томского университета, минонит, немец. В моем доме он и пришел к православию. У нас очень богатый интернет наш, который. Я по порядку сейчас покажу. Это у нас сайт открытый. Православный библейский сайт. Здесь вот 38 книг наши, даже 41, три книги в интернетной версии. Проповеди, более тысячи стихи. Тут и мои стихи, 3467 стихотворений. И вот самое главное, 4124 ответа по темам. Разбито на 55 папок. Допустим, пища, посты. Ну, к примеру. Вот в нее только ткнул. Щелкнул, как говорят. Вот она теперь открывает. Открывает все вопросы в каком доме. Вот, допустим, 804. Как быть, если во время поста верующие находятся в больнице или в роддоме? То не будут же для них отдельно готовить в виде исключения постную пищу? А если окажется при том, что нет и возможности от родственников получить? Я православный проповедник, миссионер. Поэтому отвечаю согласно Святой Библии, канонов церкви, книга правил. Это 7 вселенских, 9 поместных и правила святых отцов. И жития святых, 1173 жития. И патристика, творение святых отцов, это 300 томов. И вот на нужный вопрос какой ответ? Теперь в него только щелкни. И теперь получается этот вопрос, но только выходит он с ответом уже. Ответ. По принуждению не могли отроков-маковейских заставить вкусить мясную пищу. И они приняли лютейшую казнь, все семеро вместе с матерью. Поделюсь своим опытом. Я многократно лежал в больнице с операциями. Был в тюрьмах, в лагере, в армии. И пост, насколько возможно, не нарушал. И как-то так Бог делал, что от кого зависело давать мне пищу, те были ко мне расположены. И все как-то само собой устроялось по указу моего всемогущего друга Христа. Псалом, 36, 25. Я был молод и состарился. И не видал праведника, оставленного ему потомков его просящими хлеба. Когда я лежал в железнодорожной больнице в Барнауле, и утром принесли манную кашу на молоке, я отказался и сказал, что у нас пост. Нянечка отреагировала чисто по-советски. Что дает, то и жри, и не выковморивай, тоже мне, святой. Но врач начал делать обход и кому-то что-то подсказал. И мне тут же сварили манную кашу на воде. Вскоре врач принесла какие-то соки. Точно так же поступили недавно с одной нашей роженицей, отказавшейся есть в молочной больнице во время поста. Так что другие ее товарки подали петицию, мы тоже поститься будем, кормите нас так же хорошо. Ну уж врете, это вам фигушки, вы вчера ели мясо. Думаю, что подобные случаи нужно ценить и использовать для того, чтобы испытывать себя на что ты годен. Мне пришлось во время Великого поста проповедовать в вагоне ресторане московского поезда 4 часа в один день. Директор ресторана не знала, как нам угодить, что поставить на стол из самого изысканного. Она сказала, неделю назад с нами ехали два батюшки, и они много пили. И все подряд ели. Мы ехали на страстной неделе. Я заказал печеную неочищенную картошку, они ее в избытке приготовили. И мы шли вчетвером через все вагоны в свое купе, неся перед собой, как бы до Найской дары. Вечером. А? Вечером у вас написано. Ага. Вечером. Вечером, вечером. Именно я до вечера там был, в ресторане. Я еду, лечу в Америку. Финэйр из Финляндии там уже. Ну, всем разносят поесть что-то. Она подошла ко мне. Ну, я английский маленько знаю. Знал, вернее. Ну, я и по-английски говорю. А у нас пост сейчас. Мы это не делаем. А что вам нужно? Я говорю, ну, ничего не нужно. Я так вот это думаю, что. А все-таки, я говорю, ну, растительная пища. Она пошла в какие-то мороженые ягоды. Лущеные там орехи. Грецкие орехи. Еще что-то. Я посмотрел. К другим она пока перелетали. Океан два раза подходил. А ко мне четыре. Да не одна, а двое подошли. Ну, что говорит. Там стюардесса. Красивая. Может быть, и не по-нашему. Улыбаются все время. Вот. Я убедился, что это действительно так. Вот в больнице я лежал. И они говорят, врачи, что? Тут я не доказать, не досказал. Я говорю, сколько осталось-то? Пять дней. Рождественский пост кончал. Я пять дней так пролежу. Пять дней. Мы православные. Мы можем посетить. Да вы что? Вот они тут забегали. Все. И приходят, улыбаются. И все как надо. Я сижу в камере. Ну, в камере ты вообще бесправный. Но я пощусь. Я не ем то, что там варят. Мясо иногда дают. Ну, вот пост кончился и Рождество. Еще только-только пробудилась тюрьма в шесть. И вдруг открывается кормушка и меня манит. Я подхожу. А они на блюде. Она едва проталкивает в кормушку. У меня рыба. Рыба, при том целая. Полная. Вот такими вот рыбами. Видимо, селедка. Ну, до того вкусная. Ну, целое блюдо куда. Я все... В камере было нас только трое. Там преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович был. И глава директоров. Он за паровоз зашел. Мамонтовский. Север Владимир Митрофанович. Ну, вот, пожалуйста. Я не говорил. Я не просил. Это Бог делает. И поэтому доверься Богу. Я был в армии. И в армии я тоже посты не нарушал. Ну, а как-то я обменяю. Вот, компот мне отдает. А хлеб-то есть. Хлеба хватает. Тебе самому должно быть разным. Я православный. Я знаю, посты эти не устанавливал. Аспостолы там. Но я православный. И игра закончена. Если я православный, я не сектант. И поэтому я соблюдаюсь строжайшим. Я начальник, организатор детского лагеря. 41 год. И у нас пост ни разу не был нарушен. Хотя перебывали тысячи детей и взрослых. Мы смотрим календарь. Растительное масло не положено. Значит, его не будет. Мне особенно трудно. Петров пост. Иногда дети приезжают первый месяц. А пост заканчивается 12 июля. Там молоко. Мы строим с нуля православную деревню. Там у нас сливки. Там все есть абсолютно. Батюшка колет своих овечек. Там мясо дает. Я не могу детям дать. Иные уезжают. Даже на язык не попробовали. Ну как это может быть? Да никак. Покупаем много рыбы. Крутят ее. Котлеты делают. Пирожки разные. Вот семечки. Подсолнечные. Ну шалушины. Зернышки, ядрышки. И перемолотые на мясорубке с медом и сахаром. Пирожки. Пальчики оближешь. И дети уезжают. Ни один не исхудал. И родители все удивляются. Как? Ты Богу только доверься. Вот это я показываю. Какие у нас вопросы-ответы. Вот дальше. По вопросу-ответу идут. Только вопросы. Вот вопросы. Баптисты говорят, что пост означает ничего не есть. Зачем вы православные идите в посты? Не лучше ли было бы покороче сделать пост, но полностью соблюдать смысл этого слова? Объясните. Что им говорить? Это третье томство. Вопрос 1138. Вот смотрите, какой ответ. Вот. Теперь ответ я должен показать. Скажите им, что они правы. А мы не правы. Вот у меня баптисты-то, они все хорошо относятся. Вот. Но добавьте, что мы находимся в церкви, а не в секте. Они теоретизируют совершенно справедливо, как патриарха окрещения, а практически ничего не делают. Если вы поговорите с несколькими баптистами разного возраста и пола, и они вам по совести, если ответят, а они, как католики, по этому вопросу будут крутить налево и направо, и ничего не ответят, то спросите, сколько дней они постили за последние 10 лет? У меня есть колоссальнейший опыт беседы с ними на эти темы. Не сотни, а буквально тысячи бесед с десятками, если не сотнями тысяч людей. И о них после беседы с ними никогда не скажут словами Христа на Фанаиле. Иоанн 1,47. Иисус, увидев ведущего к нему на Фанаил и говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором не отлукался. Они в подавляющем большинстве практически не постятся. Что касается нас, православных, то откройте две наши книги «Симфония на життя святых», раздел «Пост» и книгу «К истинному православию», раздел «Посте». Наша Церковь, Мать, не запрещает нам полностью воздерживаться от пищи и воды, но только все это должно быть по благословению и послушанию Святой Православной Церкви. Жития сохранили нам, жития постников, которые вкушали один раз в неделю. Через 10 дней, через 40 дней, даже через 70, как поиси и велики. Нам же, с ослабленным здоровьем, в настоящее время повелевается воздерживание от скоронной пищи. В действительности же это не есть пост, а воздержание. Но есть дни, такие как сочельники, рождественские, крещенские, которые не вкушаем до появления звезды. Ну, православное-то ничего не важно. И вот по порядку дальше, ну, какие вопросы. Итак, 55 папок. Допустим, евреи. И вот о евреях 176 вопросов. Это у меня 23, 24, 25 том по 752 странице. Три тома посвящены этому. Разбирает Талмуд полностью. В сравнении с Библией. Талмуд это 12 книг. И что об евреях было сказано за 3600 лет, кроме Библии. То есть книги эти на сегодняшний день просто не имеют аналога во всей мировой литературе. Кроме того, вот здесь если посмотреть внизу, написано православный форум Игнатия Лапкина. В него только ткни на нашем форуме. А форум это 1447. Тысяча роликов. И в Mail.ru. И вот в Mail.ru я вчера еще посчитал. Здесь 6981 моя фотография. И 1132 ролика. Наши, наши, не чужие. Вот. Вот они, ролики наши идут. Вот наши фотографии. Вот батюшка едет. Это в строящемся с нуля православном поселке Потеряевка, Мамовский район, Алтайский край. Отец Аким Лапкин, мой родной брат. В сущем сане 35 лет протоирей. Вот они, ребятишки облепили его. Ну некоторые же по второму разу хотят прокатиться. Вот. Тут один мне написал уже. Детям может интересен мотоцикл, а священник на втором месте. Но искренно служащий священник тоже неплохо. Что мотоцикл неплохо, он точно знает. А священник, ну ладно уж, сойдет как-то. Как будто бы какая-то гаечка маленькая. Вот такое рассуждение. Но это рассуждение. Хочу сказать, Mail.ru это лучшая система в интернете. Одноклассники, ВКонтакте, там Фейсбуки. Они вместе взяты, они стоят малой счастья здесь. Особенно до прошлого года. Там можно было сразу на 10 тысяч отправлять. 12 фотографий и 3000 знаков текстов. Ну и открыт у нас еще канал. Видео канал. Открытым оком во свете Библии. Здесь уже около тысячи разных тем. Сейчас администрация выставляет ролики, какие мы привезли с нашей поездки. По миссионерской поездке в этом году. Вот последняя беседа. Вот это остановка, обед. Ну вот так вот все. И кроме того, о тысячелетнем царстве попутно сказать. Вот как это выглядит. Это второй том открытым оком. Наша книга. 470 страница. Христос воскрес. Это начало тысячелетнего царства. Голгофа. Вот она. Здесь сатана скован. Здесь на Голгофе. Евреям 2.14. Вот Христос придет опять судить мир. Часы мира остановились. Здесь что? Страшный суд. Восхищение церкви. Всеобщее воскресение праведных и грешных. Но за 3,5 года антихрист. 3,5 года. Время антихриста. Это краткое время. Сатана освобождается. Вот тысячелетное царство. Где оно заканчивается? Это неопределенное время евангельской проповеди. Наш сайт. Кристине1. Народ.ру. Вот посмотри. У сектантов здесь одна путаница. Что интересно. Вот я за 50 лет провел, может быть, сотни бесед по этой теме. Они сами предлагали. Ни разу, нигде, никогда не было, чтобы... А они в конце не сказали. Да, у нас тут что-то напутали наши отцы. Наши руководители. Ни разу нигде. Где бы я ни беседовал. В Америке, в разных республиках. Все одинаково соглашаются. Почему? А они приводят не более семи мест на эту тему. Я привожу 72. Только из Библии. Только из Святой Библии. Так что, милости просим, православным утолкование. Это самое ценное в православии каноны церкви. И священство. Рукоположенное от апостольских времен. Так, с Богом. Сегодня хватит пока. Я сейчас займусь своими делами здесь. Вот так. Вот так. О, залез. Опять на кровать залез, а? Ты чего ж ты нарушаешь правила-то? Я тебе везде разрешаю. Но только не на кровать мою. И не на стол, где обедаем, а? Вот только три месяца исполнилось. Смотри, какой герой растет, а? Пушистик. А глаза голубые. Ну, давай, иди гуляй. Нельзя на мою кровать лазить. Я хозяин там. Я на тебе не лезу туда, а ты ко мне не лезь. Нашелся. А это вот правила. Книга канонов. Самое ценнейшее, что у нас есть в православии, это каноны, книга правил. Святых апостолов, собора вселенских поместных и святых отцов. Это книга особенная у меня. Это личный подарок мне от митрополита Виталия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия книга правил. Ради его миссионерских всесторонних трудов. Во славу Божию и на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий, первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви. Кирио Пасха 1991. Кирио означает на один день, 7 апреля, попадает в Благовещение и Пасха. В 1991 году. Вот эта книга, которая подарена им. Очень хорошо составлена. Граба был такой, Григорий Граба, епископ, очень умный. Он тут помогал. Здесь же симфония есть. Я раньше симфонию составлял сам. Ну, а теперь она вот есть. Я берегу ее. Вот он, пришел. Видишь, что делает? Хозяин какой. Ну, ладно, давай дальше. Я пойду книгу эту спрячем. Вот так. Ну, по-другому. Ну, по-другому.